Ко мне обратились бойцы 51 батальона АТО, механизированные бригады, которые столкнулись с таким беспределом на самом деле власти, с беспределом правоохранительных органов, которые на сегодняшний день после ситуации с Салавайским котлом, которая нашумела по всей Украине, столкнулись с тем, что их в буквальном смысле слова понуждают взять на себя уголовную ответственность, то есть признать, что они дезертиры. То есть у нас опять получается такая ситуация, когда страна из своих героев делает зратников. Мы делали отпуск, заехали в Володимир, как для несения службы, уже мали майно отримувати, потому что перед тем наша майна все была втрачена, там погорели речи також. И нам сказали, что вас откомандируют в Запорожье на месяц, там вас мають ознакомить с материалами справи. Вот мы сюда приехали, и нам предлагают условно, або скажут, что побудете тут еще два тижня, потом поедете в Луганск, там будет суд, возможно, вас там закриють. Ну половина хлопців походилось, потому что много у кого в семейных обставинах, и так половина, они так душили, душили потрохи на хлопців, кто сразу отмолялся, до того больше не телефоновали. А кто еще вагался, так каждый день телефоновали, жали, жали на них. И они погодились, поехали туда. Которые отстаивали каждый клочок украинской земли. И мы не дадим их в опиту, как бы там ни было. Пусть слышит это президент, пусть слышит это власть. Что если бы они своих детей послали, они, наверное, бы по-другому на это смотрели. Я бы хотела, чтобы сын Порошенко, который был там в АТО, и потом стал народным депутатом, вернулся в АТО и посмотрел этим ребятам в глаза. Я призываю всех матерей Украины посмотреть на эту ситуацию, что может быть с ребятами. Это не сталинские времена, которых могут просто сделать дезертирами за то, что они защищали свою землю. Слава Украине! Героям улава! Приговор вынесен по пяти военнослужащим. Сейчас они постепенно вступают в законную силу, потому что приговор вступает в законную силу по течение 50 дней. Еще заключили соглашение в общей сложности 14 человек. Вот скажите, в рамках уголовного дела, вы привлекаете к ответственности солдат? Я докладываю. Сколько генералов подано на ваше рассмотрение, те, которые безалаберно послали солдат на бойню? Вот скажите, сколько должностных лиц, командующих подразделений отвечает по вашему закону? В настоящее время военный прокурор Гарнизона неуполномочен последовать уголовные дела в отношении генерала. Это полномочия не прокуратуры Гарнизона. Этот вопрос вам необходимо собрать в генеральную прокуратуру в проекте. Я попрошу, а можно, пожалуйста, чтобы кто-то вышел? А от кого конкретно рядом? Нам требует... До прокурора. До прокурора. Вы все хотите зайти или хотя бы кто-то один? Хотя бы кто-то один нас не устраивает. Два человека зайдут. Общественность у вас. Два-три человека. Два. Да. Три. Три. Два и журналисты. Здесь есть журналисты. А вы выходите сюда. Вы выйдите сюда. Здесь общественность. Будь ласка, скажите мне, что ему за грошу? Как нам решить это вопрос? Ну, я на вас надеюсь, допоможите, будь ласка. Как-то нужно решить. Мой парень разогубленный, я тоже. Что это такое? Какое вопрос у нас? Мы предлагаем ему укладывать угоду про признание виноватности. Если они укладывают такую угоду, то они автоматически будут, соответственно, соответственно, соответствующую угоду, соответствующую угоду, соответствующую угоду. Ну, фактически, умовно засуджені, извольнені від відбування покарання. А загрожую від пяти до десяти років відповідно до санкцій статті. Ну, тобто, ви вважаєте, що моя дитина винна аж на десять років, так? Я не вважаю, я, керуючись відповідно до секретних доказів, я знаю, що це так.